смотрите с электрикой работает у нас профессионал сварщик по дереву юра вот это все сейчас будем подключать занимаемся проводкой здесь будет идти как у оригинала поставлены все на клип фонарики будут старого ли задние тоже вот это крыло передняя будет вот такой фонарик достался нам в нижнем новгороде совершенно новый но сочленяем эту проводку с проводкой инжектор для того чтобы завести нам мотоцикл нужно хотя бы временно пока не пришли трубы от наших украинских поставщиков ну хотя бы вот китайские трубы временно соберем будем пробовать заводить и будем ждать пока наши братья по разуму блин пришлют все-таки трубы надо делать вот заводим пробуем ну вот прихвачены приварили гайки гайки оценкованные варятся аргоном они не очень хорошо теперь внутри всю грязь мы проходим мечиком 18 шаг полтора очень много грязи на наши трубы которые идут резьбовые поставим атаки не оживеется вытащил я их на всякий случай четыре штуки будем ставить их ну а пока временно двух сторон прихватили оцинкованные простые гайки какие-то гайки отступиться обязательно продуваем воздухом все что тут наварили напилили потому что иначе будет подсос в поршневую в момент запуска и все это будет у вас в поршневой обязательно продавайте выхлопную систему немного двигателей загублено новых после ремонта когда удаляются катализаторы когда удаляются пламегасители переваривается выхлопная система вариваются новые резьбы пилится все это стружка остается здесь в момент первого запуска при подсосе все равно это затягивается в цилиндропрошневую и двигатель умирает потом удивляется как так вроде новый катализатор поменяли там все сделали а двигатель не работает этот причина этому это вот эти вот опилки которые находятся в этих трубах вот собрали временное вхлопное оборудование установить на мотоцикл и будем пробовать его запустить предварительно настроен зажигание и будем пробовать запускать топлива уже там бензин залит бензобаки сейчас попробую показать что у нас в баке вот смотрите бак обработан специальной грунтовкой то есть бак у нас чистый там видно распределитель топлива круче у нас плохо извините но бак у нас хоть и старенький весь но он почищен и обработан специальной грунтовкой которые очень хорошая стойкость бензина бензин эту грунтовку не растворяет и крепит всю взвесь крепит в себе это двухкомпонентная эпоксидная грунтовка сейчас я ее вам покажу советую использовать ее два компонента вот смотрите вот эта грунтовка заливайте ее в бак инструкция на ней эпоксидный грунт вот так он называется очень хорошая стойкость бензина и бак у вас будет постоянно чистый даже если вы ржавый бак покроете топ бак у вас будет чистый временная выхлопная система установлена попала коряло но главное чтобы датчики кислородные у нас видели выхлоп и давали свои цифры в блок управления вот это самое главное остальное сейчас настроим зажигание крышку настроим дальше крышкой снятся болты сразу отрегулируем зажигание и закроем крышку посажена на винты протянута двигатель холодный бак заправлен где-то на половину когда мы заведем когда генератор даст зарядку должна включиться фара так бензонасос отработал 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 Ну вот, первый запуск как-то так. Прогретый работает отлично, но холодный погазовать как карбюратор не получится. Только прогретый. Прогретый работает отлично. Ну, где-то так. Нужно ставить трубы, нормальные трубы и регулировать. Регулировать топливную карту, отстраивать. Ну, все работает, двигатель работает хорошо, без всяких стуков, шумов, воя. Так что все нормально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин